пожалуйста всем привет всем привет меня зовут Сергей я алкоголик я хотел бы поделиться с вами опытом того как я в общем-то пришел в эту программу как я начал ее понимать это был достаточно трудный процесс и как она сейчас работает в моей жизни но немножко себе совсем немножко заболеваний я много времени не буду этому уделять больше будем времени выздоровления наверное все таки и так на себе я трезвый девятый год зовут меня сергей я по профессии врач всю жизнь но 20 с лишним лет заведовал отделениями анестезиологии реанимации вот и сами понимаете медицина достаточно располагающая область к употреблению доступно все что это тебе необходимо для этого вот я понесал это не представлял себе что такое алкоголизм я видел людей которые считал алкоголиками но я думал что меня это навряд ли коснется я хорошо познакомился с алкоголем очень мне понравилось тот эффект который мне давал те возможности которые у меня возникали то внутреннее состояние которое получал и я 10 с лишним наверное лет употреблял алкоголь абсолютно без вреда на шестом курсе мединститута я начал забывать события прошлого прошлой ночи но тоже не придал этому особого значения потом работая в больнице я достаточно долго еще чувствовал себя великолепно еще и перепить любого мог еще и всех по домам развести но наступил тот самый день когда я утром проснулся и понял что мне на работу идти почему-то невозможно мне плохо я мне хотелось выпить я выпил мне стало легче я позвонил сказал ребята я на больничном они когда не вопрос но не было проблем но постепенно вот эти вот срывы стали все чаще и чаще сначала это было несколько дней потом это неделю началось потом больше недели десятки дней месяц да вот и начались вот эти вот запои хорошо известные всем да я начал задумываться о том не алкоголик ли я тогда когда я начал бутылки по дому прятать я смутно осознавал что ни один нормальный человек так не поступает вот что я мне нуждаюсь в этом и у меня во всех местах занычки алкоголя и я должен выпивать постоянно я начал переживать я начал пытаться справиться с этим я как врач знал что нет ни одного метода лечения который поможет в данной ситуации но я перепробовал свои примочки не будем на них останавливаться все равно ничего не помогло в итоге я попадаю в содружество анонимных алкоголиков я начал находиться в запоях всем знакомая картина покупаешь ящик водки выключаешь телефон закрываешь дверь и бессонные ночи потная постель весь потный просыпаешься стакан водки засыпаешь забываешься даже не засыпаешь опять просыпаешься и так не знаешь даже какое число сегодня какой месяц да все это знакомо ничего нового абсолютно потери да потери работы потери семьи потери всего потери все потеряно вот потом меня еще и с должности снимают потом и приводят простые врачи потом оттуда выгоняют в общем я начинаю жить только чтобы пить все это толкает меня в конце концов приходу в анонимные алкоголики потому что мой товарищ врач анонимный алкоголик сказал слегка тебе надо попробовать вот это вот я к тому времени когда он со мной разговаривал был какое-то время трезвый потому что пытался с помощью очередной там на шаманки на местной выйти из этого состояния и игру слушай брат да какие там алкоголики я сейчас трезвый мне это ничего не нужно он говорит ну нет ты сходи я говорю нет нет не моя тема вот но он меня поймал на простой вещи я был одинок конечно уже тогда как алкоголик и он мне говорит там ты найдешь друзей там есть девушки и вот как он только сказал что там есть девушки я заглотил сразу крючок и поплавок и наживку я говорю где это сообщество вот и я пришел туда это было очень давно на лет наверное может быть 15 и я называю это время в наше тогда в россии анонимных алкоголиков смутными временами потому что никто из нас толком не понимал что нужно делать как нужно выздоравливать по программе все имели представление достаточно приближенные хотя я там увидел людей которые трезвые и мне меня такое маленькое духовное пробуждение случилось когда я на первом же собрании встал и сказал что я алкоголик я признал себя алкоголиком и я испытал такой подъем и такое ощущение радости что вот наконец-то я признал свою проблему честно и я вижу людей таких же как и я мне очень хорошо в это все дошло до сердца прям я почувствовал что это это моё да вот но тогда представление у нас программе были очень туманные доходили до нас какие-то там спикерские что-то как-то и у нас были такие заморочки типа по шагу в год нормальная скорость вот один шаг в год это хорошо вот потом у нас там была такая штучка люди говорили мне я же интересовался активно а как вот что надо делать чтобы мне выздоравливать они говорили мне молись возьми служение на группе помогает другим алкоголиком то есть приводи на группы других алкоголиков ходи в наркодиспансер там с нами там туда сюда вот и в общем-то пытайся читали мы сию книгу специальные группы малые и малые создавали и делали как-то шаги но дальше третьего мало кто уходил а нас пугали все время тем что опасность срыва опасность срыва четвертом шаге ты чего там там увидишь такое что пойдешь там сорвешься забухаешь вот такие были представления ну и шаги то мы делали примитивно хотя у меня там встречал я на группах и на форумах людей которые вот вставали говорили я там 8 лет трезвый я 10 лет трезвый я выздоравливаю в программе и разговаривали они так интересно они говорили о каком-то духовном пробуждении а а боги постоянно говорили о том что они живут с богом о том что бог с ними о том что они вот я только меня всегда вот что-то настораживало честно говоря я слышал их разговоры и я меня смущало только что у них глаза такие грустные они как всегда какие-то серьезные раздраженные грустные глаза у них вот но они говорили об этих вещах и я почему-то пытался я пытался делать то что они говорят но у меня не не получалось я думал я очень сильно злился расстраивался и думал я тупой ну вот говорят же тебе встать на колени помолись припоручи свою волю и жизнь богу учись со смирением принимать то что теперь с тобой в жизни происходит но я никак не мог понять как я могу со смирением принимать то дерьмо которое со мной в жизни случается да но я сделал все что они мне предложили я я служил я молился я помогал другим алкоголиком я ходил на группы регулярно и у меня поправилась ситуация у меня вернулась не только работа но и должность у меня появились деньги у меня появилась машина девочки и я сказал пацаны спасибо вы привели меня в то самое место где не вы не ваше сообщество молящихся идиотов мне больше нафиг не нужно я нашел тот самый более легкий удобный путь которого вы не нашли кто хочет узнать давайте я вам расскажу и я ушел из содружества и у меня некоторое время все было хорошо и я сейчас могу какой вывод из этого периода сделать такую вот очень важность моей точки зрения что хождение на группы общение с алкоголиками помощь другим служение молитва дают устойчивую трезвость и возможность поправить свое материальное положение это сто процентов но это не выздоровление поскольку это не решает многих других моих жизненных проблем и внутренних проблем и внешних проблем которые собственно говоря как говорят говорит большая книга и были причиной моего пьянства эти проблемы остаются а значит угроза срыва сохраняется что со мной случилось я сорвался я опять ушел в запоре началась та же самая череда которая была да и я достаточно долго пытался опять самостоятельно решить проблему но я алкоголик и у меня как у нас настоящего алкоголика есть это заболевание два симптома заболевания поскольку это болезнь у каждой болезни есть симптомы у меня есть два симптома первый когда я начинаю пить я не могу остановиться и второй я не могу сам бросить пить сколько раз я не пытался и ни разу не получилось то есть бессилие остановиться если начинаю и бессилие отказаться от алкоголя самостоятельно как бы сильно этого не хотел любой может поставить себе диагноз я еще хочу сказать что я встречаю на группах очень много запойных пьяниц они выглядят так же как и я и с точки зрения нарколога они такие же как я но они не такие как я это вот те самые люди которые не утратили способность самостоятельно решать пить или не пить они также в запоях но они могут если появится действительно веская причина плюс они попадут на группу анонимных алкоголиков и они сядут и скажут новичку слушай брат да нафиг тебе нужно я тут десяток лет трезвый без всяких шагов все замечательно понимаешь это вот как раз это убивает людей таких как я да потому что мне конечно хочется более легкий удобный путь вот и в конце концов я зашел в этот запой последний я чуть не умер меня все бросили к тому моменту вообще все даже родные отказались отец сказал чтоб я вообще лучше сдох и не звонил никогда и меня медсестры мои нашли но взяли ключи у сестры нашли и собственно говоря вернули к жизни я сидел на заблеванном полу своей квартирке хрущевки маленькой минуту в минеральных водах и думал а чё сделать да собственно говоря и тут я вспомнил что у нас на группе был один чудак который всех раздражал он все время ходил и говорил что вы тут ребята собираетесь тут ах как здорово что все мы здесь трезвые сегодня собрались вы ерундой тут занимаетесь вам нужна программа спонсор шаги вот я про него вспомнил позвонил говорю женя а вот пожалуй мне конец вот но ты может быть что-то знаешь такое что мне поможет потому что я уже не знаю кому обратиться это был единственный человек который был рад тому что я ему позвонил он говорил я пять лет ждал что ты мне позвонишь и он приехал и мы с ним начали делать эту программу правда так как это видел он так называемая ветка ската если кто-то знает вот и вот по этой ветке он меня проведил и я получил устойчивую трезвость достаточно быстро я сделал все что он мне говорил потому что готовность была бешеная он еще не успел ворот открыть я уже был готов делать все что он скажет и где-то через две недели я уже был в восьмом шаге на самом деле это действительно легкая программа простая ничего сложного здесь нет и у меня начали восстанавливаться жизнь я даже начал спонсировать но у меня меня не хватало духу вставать и говорить я тут с богом живу я тут весь из себя такой потому что я так и не понимал о чем речь я не мог сказать что я понимаю что такое бог я не я не мог сказать что я понимаю как работает программа я что-то делал его знаете такое смутное ощущение вот есть пазлы хорошие пазлы вот такие вот мощные дающие мне возможность не пить но нет цельной картины вот я никак не мог понять поскольку я спонсировал нам много я читал книгу со своими подспонсорами и начал ее что-то понимать а потом я послушал все переслушал всех спикеров каких можно было и и лучших спикеров америки и все но я один раз услышал чака новые очки да и вот когда его послушал все опа и вот тут у меня все пазлы сошелкнулись в одну картину я понял в чем фишка я понял на чем все основано потому что мне говорили что эта программа основана на молитвах служение помощи другим я думал что это так это не так вернее на этом тоже но это только очень малая часть этой программы и я увидел все чак назвал свою спикерская новые очки он говорил о том что нужно делать во всех своих делах и вот тут меня щелкнуло я понял и вот сейчас могу вам сказать что главная проблема я работаю сейчас со многими людьми которые уже знаете вот это у нас называется я делаю один круг шагов потом другой круг шагов вот те кто кругами ходит по шагам да вот этих на больших сроки трезвости сорокатых которые приезжают на машине за два с половиной миллиона и говорят слушай я повеситься хочу у меня 15 лет трезвости а мне жить не хочется да вот вот с этими людьми приходится работать и я хотел бы вам объяснить в чем проблема всегда проблема одна и та же в неправильном понимании сути программы а часто вообще полном ее отсутствии понимаете но на грани сумасшествия я допустим ну чтобы вы поняли о чем речь вот приезжает ко мне человек и говорит серёга может помочь четвертом шаге я говорю могу я говорю только один вопрос брак без обид вот если ты не ко мне с четверкой приехал то первые три шага ты сделал ну да конечно я не можешь ли ты мне назвать решение которое ты принял в этих шагах ну ты меня врасплох застал но в лучшем случае он дает короткие формулировки шагов я говорю ты не знаю не помнишь решение не ну как то вот я говорю я правильно понимаю что ты веришь что ты сделал что-то что даже не можешь сейчас назвать и это зачастую так и когда человек я спрашиваю допустим вот у меня на семинаре москвичи сидели ребята кто поделится опытом как припоручать свою волю свою жизнь богу и на полном серьезе человек а я говорит на бумаге пишу все свои проблемы сжигаю ему отдаю а другая я на колени вечером стоюсь и все что у меня есть сливаю ему припоручаю понимать и и это на полном серьезе говорится но с точки зрения врача психиатра это клиника абсолютно потому что это же ужас какой ничего подобного в нашей книге нет я всегда говорю сейчас своим на ребятам которые спрашивают что делать если спонсор заставляет вот это или это я говорю спросите где это в книге есть если этого в книге нет пусть идет нафиг книга простая легкая и понятная и основная проблема я так думаю в том что есть склонности принимать трезвость за выздоровление вот как я пришел бы так и другие приходят вы вы знаете три мотивации вот три мотивации приходовые как я понял я это понял на себе это вижу в других первая мотивация я хочу трезвость вторая мотивация я хочу чтобы мои проблемы как-то решились и третья мотивация я хочу отношений потому что она страдался потому что одинок мне нужны отношения и вот вы знаете вот трезвость самое простое что можно получить в нашей программе ходи на группы помогает другим служить молись и стрелять стопроцентно обеспечена и вот я получаю эту трезвость я получаю решение материальных проблем потому что у меня в жизни начинает налаживаться и я получаю отношения и вот тут я думаю что вот оно вот это выздоровление ведь и трезвость я получил и материальные проблемы у меня порешались и девочка у меня появилась вот и это все чего я хотел я получил это и есть выздоровление а нет это это как раз и не выздоровление это всего лишь навсего трезвость то есть состояние неупотребления сопутствующему решению некоторых проблем и ты можешь иметь отношения которые тебя тоже не больно будут радовать причем скоро но они есть и так мне нужно было разобраться в условиях и причинах как у нас книги написано и для того чтобы разобраться я начал задавать вопросы я стал сам смотреть в книгу и спрашивать других и я понял что нет ответа вот у нас был всероссийский семинар всероссийский форум в этом году в железноводске и я там проводил пошаговой семинар и передо мной сидела человек наверно 100 алкоголиков с различными сроками трезвости многие из которых являлись спонсорами и я говорю да вот без опи давайте просто попытаемся ответить на простые вопросы мы с вами очень легко оперируем нашими терминами программы а не может ли мне кто-либо сейчас достаточно внятно объяснить а что такое духовность в этой программе на чем она основана что составляет основу духовности а что то как мне духовно расти а как а что такое духовное пробуждение а что такое смирение а что значит припоручить свою волю свою жизнь богу и как я могу сделать это прямо сейчас и вот вы знаете нет ответов на эти вопросы возникает простой вопрос после этого а действительно верите в то что вы сделали что-то что даже сейчас не можете объяснить да и вот я начался с поиска ответов на эти вопросы и я открыл первую страницу синей книги и там было написано буквально следующее что в этой книге излагается всемирно известная программа преодоления алкоголизма в которой излагаются принципы и я услышал увидел то что о чем говорил чак да принципы самое главное что есть в этой вселенной принцип или духовный закон который существует независимо от того верю я в них или нет понимаю их или нет знаю их или нет они есть они всегда работают и они существуют и весь успех моей жизни и моя духовная жизнь от зависит от того в какой степени мои мысли поступки и действия соответствуют этим законам оказалось все именно так и тогда все стало на свои места оказалось что духовная жизнь это жизнь по этим принципам духовный опыт это опыт применения этих принципов своей жизни духовный рост это освоение новых принципов все большее совершенствование того что ты уже понял инструментов да и освоение новых у нас написано во втором шаге что мы будем духовно расти благодаря тому что будем принимать и делать вещи которые раньше никогда не делали и даже более того считали для себя откровенно неприемлемыми ну допустим извиняться возмещать ущерб признавать свои ошибки брать на себя ответственность и так далее и так далее именно так будет происходить духовный рост а духовное пробуждение оказывается это ощущение реальное ощущение не фантастика до ощущение присутствия силы в своей жизни которая проявляется тем что решаются твои жизненные проблемы когда ты следуешь ее законам это реальное появление в жизни человека это не фантастика как я понял и каждый может это попробовать что самое замечательно любой может это попробовать и смирение в этой программе это совсем не то что мне говорили это не умение принимать со смирением все что на тебя сыплется из-за твоего же собственно раздолбайства а смирение в третьем шаге я прочитал это смирение с тем что жизнь построена на эгоизме и своей воле и нифига уже не даст тебе того результата который ты хочешь ты уже понял должен понять если у тебя хоть немножко здравомыслие будешь дальше рыть только под себя ничего не получится жизнь построена на эгоизме и своей воле и в тупик тебя привела и ничего больше не будет смирись с этим и начни пробовать что-то новое я узнал что при поручить своей воле свою жизнь богу это следовать этим принципам и если я и в жизни активно применяю то это и будет мое при поручении что именно действие а не только молитва будут мерилом вот этого при поручении и мне говорили что программа 12 шагов это программа молитв помощи другим и и служение не программа 12 шагов как я прочитал о чем написано эта книга я прям там увидел там написано где и как тебе найти высшую силу эта программа обучение принципам и у него вот такая структура как я сейчас понимаю первые три шага это шаги ваш жизненно важных решений шаги с 4 по 9 обучают меня конкретным действиям которые я должен делать для того чтобы применять их в своей жизни я учусь я пробую и приобретаю опыт 9 10 шаг собирает все эти действия для ежедневного применения в одну такую стопочку чтобы я мог аккуратно это все ежедневно применять 11 добавляет сюда молитву медитацию 12 говорит если каждый день живешь по 10 11 достигнешь ощущения присутствия потому что ты реально увидишь как твои проблемы решаются когда ты следующий его воли и тогда ты сможешь доносить идеи до других и применять эти продолжать применять эти принципы во всех своих делах на потому что они работают потому что это самая лучшая жизнь как сказал чак самая простая жизнь и что более важно самая эффективная жизнь которую можно жить я понял что цель этой программы изменить судьбу спроси человека можно ли изменить судьбу большинство скажет нет потому что сама идея существования судьбы очень удобная штука если я говорю что судьба есть ее не изменить то это многое объясняет и все что со мной случается объяснять но это полностью лишает меня сил и возможности действовать то есть тут я бессилен и и говорят нельзя изменить судьбу почему же нельзя вот по сути с таким заболеванием которые не лечатся медициной у меня судьба алкоголика да и я уже давно должен умереть но несмотря на это я жив значит судьбу можно изменить мне пришлось разобраться собственно говоря что определяет человеческую судьбу оказывается то с чем нам программа предлагает работать с характером да ведь характер определяет человеческую судьбу одиномный человек сказал посеешь мысль пожнешь действия посеешь действия пошношем привычку посеешь привычку пожалуйста характер посеешь характер пожнёшит судьбу так вот судьба определяется 5 характер с дефектами которого мне предлагает работать программа я должен разобраться а что это за дефект- это эгоризм Это программа не выздоровления от алкоголизма, это программа выздоровления от эгоизма, от того самого эгоизма, который загнал меня в угол. И вот когда я работаю с дефектами характера и начинаю делать новые действия, которые становятся для меня привычными, я вырабатываю новый характер, у меня меняется образ мыслей и у меня меняется судьба. И благодаря этому я девятый год уже сегодня жив, судьбу можно изменить. Коротко попытаюсь рассказать вам о сути, как я делал шаги. Значит первый шаг, как я сейчас работаю со своими людьми и как я эти шаги сам принимаю. Не так, как меня спонсор когда-то проводил, потому что мне пришлось все это поменять. Это все не работало в той степени, чтобы меня удовлетворять. Мне нужно было активно изменить свою жизнь, а та жизнь с той программой, которую я тогда получил, не давала мне полного объема результата. Значит как я сейчас это делаю? Значит первый шаг, четыре решения. Первое решение, я алкоголик, потому что у меня есть два симптома смертельного заболевания неизлечимого. Первый, я не могу остановиться, я бессилен. И второе, я не могу отказаться сам, как бы сильно этого не хотел, я бессилен. Второе решение, как у нас написано в книге, я решил бросить пить. Оно кстати является условием членства РИИ. Решение это окончательное, бесповоротное, без всякой задней мысли, когда-либо вернуться к употреблению алкоголя. Но здесь возникает вопрос, а ведь я уже тысячу раз принимал такие решения. Почему мне сейчас стоит принять это решение, ведь оно для меня силы не имеет. А оказывается третье решение, я больше сам пробовать не буду. Я понял, самого не получится. Мне нужна помощь, я готов принять эту помощь и сделать все для достижения цели. И последнее решение, моя жизнь плохо управлялась мной. Как это определить? Очень просто, я взял лист бумаги, пополам разделил, на одной написал, из чего состоит человеческая жизнь. Дома, работа, семья, отношения, хобби, зарплата, уверенность в завтрашнем дне, материальное благополучие. А на второй стороне написал, нет у меня нифига. То есть как управляющий я потерял, потерпел полный крах в своей жизни. Я плохо управлял. Второй шаг очень простой. Второй шаг предлагает мне поверить в то, что возможно какая-то сила существует. Всего лишь навсего. Вот как у Эбби Тетчера, помните, к нему пришли двое в суд и сказали, отложите судья приговор. Эбби говорит, Эбби, тебе нужно научиться жить с Богом. Он говорит, ребята, вот не для меня. Я, пожалуй, лучше в тюрьму пойду, потому что это вообще тема не моя. Они говорят, ну тюрьма ж никуда не убежит. Ну попробуй. Он говорит, да я вообще никакой концепции Бога не могу понять. Они говорят, а вот как будто бы он есть. Подойдет тебе, Эбби говорит, слушай, Билл, это меня зацепило. Как будто бы, ну почему бы не важно. Она говорит, ну попробуй, тюрьма никуда не денется. Я, говорит, попробовал, Билл, я третий месяц трезвый. Так вот, второй шаг очень простой. Чрезвычайно прост. Я готов поверить, что эта сила, возможно, существует. Не нужно, как у нас тут практикуют, сидеть и писать определение Бога, как ты его теперь будешь понимать. Это абсолютная чепуха, потому что у нас в книге четко написано, никто из нас не может толком объяснить или дать определение того, что является высшей силой. Никто вообще. Это невозможно, потому что это за пределами ума. И тот спонсор, который заставляет подспонсорного писать определение Бога, ну меня вызывает лично усмешку. Ну что же вы делаете, да? Но не вопрос. Что кому помогает? Свобода попугаем. У нас каждый будет делать, что хочет. Но я всегда делаю только то, что в книге и своих подспонсорных веду четко по ней. И там написано. Представь, что это возможно есть. И этого достаточно. Но почему? Я алкоголик. Меня вот на такую штучку не поймаешь. Мне нужно убедиться. И мне книга говорит. Согласись. Для чего тебе нужно хоть какое-то представление о Боге? Для того, чтобы вступать с Ним в контакт. Ну хоть что-то. Нужно себе представлять. Готов ли ты в то, чтобы поверить, что эта сила возможно существует? Готов. Готов вступать с Ним в контакт? Да почему бы нет? Готов. А проверить это на собственном опыте? Готов, что она есть? То есть применить эти принципы во всех своих делах. Готов? И убедиться. Сила работает? Да, готов. Вот второй шаг. То есть я верю, что эта сила возможно существует. Я вступаю с ней в контакт. И я готов проверить это на собственном опыте. И убедиться на этом лично. Иначе меня никакими вещами не взять. Это невозможно. Все. Второй шаг закончен. Третий шаг. Третий шаг это не встать на колени. Не помолиться и не сказать. Господи, избавь меня от эгоизма. Я теперь предаю себя тебе. Нет. Это чепуха. Я открываю книжку. Там написано. Первое, что тебе нужно сделать. Самое первое решение, которое ты должен принять. Это то, что ты дальше жить по своей волею и эгоизму не будешь. Потому что это не сделало тебя счастливым. Это сделало тебя несчастным. И дальше будешь продолжать в надежде на другой результат. Ты сумасшедший. Откажись. Отречение от эгоизма. Вот что такое третий шаг. Третий шаг просит точно понять, что дальше так жить ты не будешь. Или будешь так жить и ты погибешь. Или ты откажешься полностью от своего эгоизма. Отречение. И вступая ли они на тропу войны. Потому что дальше мне говорится. Посмотри. Если при таком способе жизни корысть твоя главная беда. Ты корыстный даже, когда пытаешься быть добрым. И я начал исследовать свою жизнь. И не нашел ни одного бескорыстного поступка. Если я что-то сделал бескорыстно, только по ошибке. А дальше мне нужно было решить. Корысть твоя главная беда. Эгоизм корень твоих проблем. Твоя проблема не алкоголизм. А отсутствие силы от него отказаться. А почему ты в такую дрянь залез? Да потому что эгоизм корень всех твоих проблем. Отсюда все твои жизненные проблемы. Не просто алкоголизм. Нет. А ведь у тебя же еще много проблем. Мне во втором шаге много чего показали. И то, что у меня трудности в отношениях с людьми. И то, что я не могу контролировать свойства у меня эмоциональности. И то, что я испытываю горе и депрессию. Что я чувствую себя никому не нужным. Что я не в состоянии кому-нибудь помочь, зарабатывать. И все остальное. Все это у меня было. Мне говорят, эгоизм корень всех абсолютно твоих проблем. И алкоголизма в том числе. А дальше дали мне одну вещь. Тебе абсолютно необходимо. И прежде всего. Одна единственная штучка теперь. Научиться избавляться от эгоизма. Решить для себя этот вопрос. Готов ли ты в своей будущей жизни избавляться от эгоизма. Иначе он убьет тебя. Дальше мне предложили перестать играть роль Бога в своей жизни. А что это значит? Предполагается, что я его каким-то образом играл. В этой жизни можно жить по двум. В двух, в общем-то, измерениях основных. Либо в уже сотворенном мире по тем законам, которые творцом определены. Либо в том мире, который я создаю в своей голове и по тем принципам, которые я хочу жить. И вот мне говорят, перестань вот этой ерундой заниматься. Есть мир, он сотворен, здесь есть законы. Перестань, смирись. Свои законы оставь. Ты понял, они не срабатывают. Перестань играть роль Бога в своей жизни. Возьми те законы, которые есть в этом мире. Не ты их создавал, но начни их применять, и ты поймешь. И потом мне сказали, возьми и теперь в этой жизни реши, что Бог будет твоим руководителем. И здесь я хочу вам показать одну интересную штучку. Обычно люди говорят, что я отдаю свою жизнь под руководство Богу и все ему буду отдавать. Вот это как-то немножко странно звучит. Я помню, как моя группа уехала на черноморские встречи, приехала, говорит, мы там коллективно сделали третий шаг. Ну что значит, на колени встали и помолились. Я говорю, ребята, что же вы теперь делать будете, столько спонсоров нужно. Они говорят, нет, теперь мы ничего не будем делать. Теперь Бог будет руководить нашу жизнь. Вот, ну, без комментариев. На самом деле, книжка говорит мне следующее. Что, если ты решил отдать жизнь под руководство Бога, то ты возьмешь и будешь руководствоваться его принципами в своей жизни. Возьмешь его принципы и будешь по ним жить. Он будет твоим руководителем в плане задач. А управляющим, блин, будешь все равно ты сам. Либо ты в своей жизни начнешь его волю проводить, либо ничего с тобой не случится, хоть замолись, хоть сиди в ванне со святой водой и обливайся ей. Ничего не произойдет. Ты должен сам менять свою жизнь, активно мне сказали, во всех своих делах. В семье, на работе, за рулем, когда едешь, в рей, везде ты должен жить по-новому. Подтверждая своими действиями, что ты действительно по его воле решил жить. И вот, когда я это решение принимаю, потом в третьем шаге действительно мне предлагается встать на колени и сказать, Господи, я действительно решил избавляться от эгоизма, забери эту дуяль. Но для чего? Не для того, чтобы я там в манне небесной и купался, а для того, чтобы я мог выполнять и понимать твою волю, он мне не дает этого делать. И для того, чтобы я мог быть полезным другим. И я обещаю, что я предприму все необходимые шаги, что я научусь жить по твоим принципам, что я изменю свою жизнь настолько, чтобы она была привлекательна для других, и я мог быть людям полезным, да, на своем примере. А на чем же еще? И буду применять эти принципы во всех своих делах. Обещаю, буду делать. Третий шаг – это не просто, вот, Боже, возьми все, и теперь вот я должен ждать, когда на меня все посыпется. Нет, это то, что ты активно обещаешь работать. Я ему сказал, я буду это делать. А в четвертый шаг говорит, что хотя твое решение и было таким уж важным, действительно, жизненно важным, потому что ты важнейшее решение в третьем шаге принял. Ты понял, что эгоизм не для тебя, ты понял, что ты будешь с ним воевать, что ты вступил на эту тропу войны, да, и начал от него избавляться. Но как это сделать, ты же не знаешь. И четвертый шаг, вот часто говорят, зачем делаешь четвертый шаг? Наиболее частый ответ – какой? Чтобы увидеть свои недостатки. Меня это всегда так развлекает. Я говорю, а вам это не напоминает, что вот я врач? Вы пришли ко мне и говорите, слушай, мне что-то плохо, я болею. Я говорю, давай я тебя обследую, проведем инвентаризацию, и я тебе завтра скажу, в чем твои проблемы. И вот приходите вы, а я вам говорю, слушай, у тебя тут с печенью проблемы, с почками. И вы спрашиваете, а что же мы теперь будем делать? Я говорю, ну ты же видишь свои недостатки? Вижу. А теперь мы ничего не будем делать. Теперь бог тебе, блин, помой. Вот примерно та же ситуация у нас. Вот идиотизм. Я не понимаю, например, как это может работать. Но когда я открываю книжку, там четко написано после третьего шага. Хотя наше решение третьего шага было жизненно важным и решающим, оно не имело бы никакого результата, если бы не подкрепилось энергичными действиями с целью. И там двоеточие. Научиться определять то, что мешает нам внутри нас избавляться от этого. И вот, ребята, я вам хочу сказать, четвертый шаг – это сердце программы. Это вообще бомба. Это то, что меняет человеческую жизнь. Но если в этом ключе научиться определять то, что мешает мне внутри меня избавляться от этого. И мне там показывают. Не надо писать инвентаризации на 600 позиций. Ничего подобного нет. Не надо исследовать свое детство, где это в книге написано. Не надо ковыряться в прошлом до ужаса, до усерок. Нет этого. Мне говорят – возьми свою сегодняшнюю жизнь. Посмотри, откуда в твою жизнь входит злоба, обида, раздражение, недовольство. Не просто обиды, инвентаризация обид. Да нет. Почему никто не видит там слово «недовольство»? Чем я недоволен? Я алкаш, эгоист, я всем недоволен. Вообще всем. И я пишу поводы своего недовольства, так и написано в книге. Поводы своего недовольства мы изложили на бумаге. Чем я недоволен? Да все. И я должен сегодня стать радостным, счастливым и свободным. Не в прошлом своем и не в детстве, когда у меня отобрали пирожок. И я сейчас с трудом вспомнил, потому что спонсор меня износиловал. Давай мне еще 200 обид, блин. Да нет, сегодняшний день мне нужен. Я должен посмотреть, кто меня раздражает. Вот, жена, дети, начальник, подчиненные, менты, президент, депутаты. Вот, мой сегодняшний день. Мой. Мне нужно сегодня стать свободным. А из прошлого только то, что сегодня возвращается. Из прошлого приходит и меня цепляет до сих пор. Больше меня ничто не интересует. И вот, определив в трех колонках эту дрянь, и что задет всегда мой эгоизм, мне предлагают провести первую практику осознанного контакта. И я через новый взгляд, который мне дается в четвертом шаге, что вокруг меня такие же больные люди. Вот это дает свободу. Я сам духовно болен. И вокруг меня духовно больны эгоизмом по-разному, в разной степени. Кто там больше, чем я болен, кто там меньше. Но они все больные. Мы все больные. Однозначно. И вот это меня освобождает. И я беру три колоночки свои. И не людей промаливаю. Говорю, надо промаливать людей. Да где это написано в книге? В книге написано, попроси за себя. Попроси. Скажи, Господи, избавь меня от эгоизма. Избавь меня от злобы, обиды, раздражения. Я сам бессилен это сделать. Да, этим людям все, что они хотят. А мне теперь по жизни только от попрощу. Силу понимать и прощать этих людей. Все. И вдруг я ее получаю. Откуда? Я эту силу получаю. У меня уходит эта дрянь. Значит, Бог есть. Я получаю подтверждение. Я сделал действие. Оно у меня прошло. Я стал свободен. Бог есть. В четвертой колонке я пишу, в чем я неправда. Когда я свободен от злобы, я уже увижу свои проблемы. И я вдруг вижу, что все, за что я осуждал отца, я такая же тварь. Только еще хуже. Я еще хуже. Оказалось, что я воплотил все самое худшее. Только я был о себе другого мнения. И для того, чтобы изменить свою жизнь, мне нужно измениться самому. Я всегда ждал, что он изменится. Тогда я стану отзывчивым сыном. А нет. Началось с меня. И вот очень хорошо в четверке работает такой прием. Возьми и напиши. Вот у тебя проблемы с отцом. Напиши. А какой должен быть сын? И спроси себя. А ты такой? Вот у тебя проблемы с горечниками. Напиши. А какой ты водитель? И спроси себя. Какой должен быть? А ты такой? Вот если я сейчас езжу, я вообще их не вижу. Раньше они меня везде ловили. Сейчас я езжу, их нет в моей жизни. Вообще исчезли. Почему? Да потому что я перестал быть козлом. Оказывается, козлы были не они, а я в большей степени был козлом. И так везде во всей моей жизни я начинаю понимать, в чем фишка. И мне говорят, возьми этот инструмент и по жизни применяй. Очень важно. Как только увидишь в себе злобу, обиду, раздражение, недовольство, немедленно освобождайся от этого. И поступай по-новому. И вот это, ребята, ключ. Там написано. Это ключ к вашей жизни. Это действительно ключ. Потому что как только я начал это применять, все меняется в жизни. Я начинаю формировать новые события в своей жизни. Ведь, ну, чтобы было понятно, да? Вот, допустим, я сижу на балконе. Я пью кофе. Я пришел с работы. Следом заходит жена. Мои туфли валяются посреди коридора. Она мне говорила 10 раз. Не кидай их там. Но я их кину. Она ногой бьет по туфлю, тот летит в противоположную стенку и кричит. Да что же это за козел, блин. Да сколько ж можно? Я сижу на балконе пирков, и у меня такая реакция. Естественно, раздражение, злоба, недовольство. Я что-то обычно сказал бы в такой ситуации в прошлой жизни. Ты что, сука, с метлы упала, да? А в новой я вижу свою реакцию. Это больная реакция. Я говорю, господи, избавь меня от злобы, обид и раздражения. Это моя жена, это мой любимый человек. Я, как я должен себя вести? Чем я могу ей помочь? У нее видимо проблемы, она пришла такая злая. Я выхожу и говорю, родная, конечно, ты права. Я сейчас уберу эти несчастные туфли. Подожди, обнимаю. У тебя проблемы на работе. Сварить тебе кофе. И вместо скандала и выяснения отношений на два часа, а потом три дня дулись друг на друга, да? Заставляя другого признать, что он неправ. Вместо этого все замечательно. И так же на работе. Определять, узнавать и избавляться, как сказал Чак. Вот основа жизненной философии анонимного алкоголика. Определяй в себе, узнав, осознанность. Вот ключ. Я всех своих сейчас подспонсоренных учу осознанности. Это, ребята, бомба. Когда мы начинаем осознавать свой эгоизм, это вообще, это все. Осознавать зло, обиду, раздражение, страхи. Избавляться немедленно. Осознавать корыстные мотивы в отношениях с людьми. Исследовать новому идеалу. Сексуальный идеал, это не то, что многие говорят. Мне один говорит, у меня проблемы в отношениях. Я говорю, посмотри свой идеал. Он говорит, а что мне его смотреть? Я его помню. Я говорю, и что там у тебя? Он говорит, ну, девка, говорит, с длинными ногами, большими сиськами, голубыми глазами. Я говорю, это что, твой сексуальный идеал? Ну, ребят, честно. Он говорит, да. Я говорю, у тебя спонсор это принял? Ну, да. Я говорю, дай бог здоровья тебе и твоему спонсору. Ну, там же написано, составь идеалу на примере того, какой ты козел в близких отношениях. Посмотри, не такие ли твои отношения со всеми людьми вообще. И составь новые принципы жизни, когда ты с людьми в отношения вступать будешь. Исследуй этим принципам неуклонно. И твоя жизнь изменится. Это реальные действия, да? И я начал это делать. И я понял, что это работает. А значит, бог есть, если я следую его законам. А пятый шаг дает мне новый принцип жизни для ежедневного применения. Учись, когда у тебя возникла сложная ситуация, и ты не знаешь, как поступить. Обсудить эту ситуацию честно. Честно, без страха. С каким-либо другим человеком. Чтобы он тебе дал откат, обратную связь. Нет ли тут твоей вины. И если она есть, немедленно извинись или возмести ущерб. Пятый шаг это не зачитывание инвентаризации. Это рассказ о том, как мой эгоизм, мое сфинское поведение причиняло вред людям. Меня спонсор спрашивает об одном. Как ты гадил людям? И я ему рассказываю в пятом шаге. Я нагадил жене, я нагадил родителям, я нагадил здесь. И он тут же список восьмого шага. Чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик. Все. И у меня есть опыт честно рассказывать другому человеку о своих жизненных ситуациях. Вот зачем пятый шаг. Шестой и седьмой шаги. Так смешно в книге написано. И кажется, что это просто разовая акция. Типа спонсор тебе говорит, готов ли ты к тому, чтобы Бог тебя избавлял? Ну конечно готов, до шестого шага нашел. Ну проси, чтобы он избавил. Господи, избавь меня. Ну поздравляю, ты сделал седьмой шаг. Да нифига ты не сделал. Шестой шаг говорит, готов ли ты всю жизнь быть осознанным? Постоянно, с утра до вечера, каждую минуту, каждую секунду своей жизни следить за своим внутренним состоянием. И если там появляется эгоизм, делать седьмой шаг. Готов ли ты так жить? Это то, что отделяет победителей от побежденных. Тот, кто активно меняется и активно применяет шаги шестой и седьмой, реально меняет свою жизнь. А те, кто нет, приходят к спонсору и говорят, слушай, ты мне сказал, я сделал шаги. А мне что-то вот херово, у меня проблемы вокруг козлы. И он ему что советует? Напиши еще раз четвертый шаг, раз у тебя козлов много. И вот они кругами по этим четверкам ходят и ходят, и думают, что проблема в четвертом шаге. Проблема в шагах шестом и седьмом. Нужно активно применять их в своей жизни, активно работать по ним и действовать. Восьмой шаг. Проще паре на репы. Признавай свои ошибки, говорите. Признавай свои ошибки, и как только допустил их, тут же делай девятый, да? Немедленно возмещай или ущерпывай, извиняйся. Десятый шаг складывает все эти принципы в одну единственную линеечку. Он говорит, продолжай всю оставшуюся жизнь немедленно. Продолжай всю оставшуюся жизнь немедленно. Наблюдай за своим внутренним пространством. И как только появится злоба, обида, раздражение, недовольство, страх, корысть, немедленно избавляйся от этого. Направляй мысли в верное русло. Поступай по-новому. Если не знаешь, как поступить, обсуди это с кем-нибудь. Пусть тебе дадут обратную связь. Если ты виноват, извиняйся, возмещай ущерб. И помогай другим. Одиннадцатый добавляет сюда молитву ежедневное размышление. Утром перезагрузи свой компьютер. Просыпаешься, у тебя эгоистическая программа, мне говорят. Перезагрузи ее. На новые принципы. Господи, избавь меня от эгоизма, что я там собрался сегодня делать? Как я буду делать эти планы по твоим принципам? Не так, как я раньше делал. Это моя задача. В течение дня, я не знаю, как поступить, обратиться, подумать, как надо бы поступить по-новому. Вечером провести инвентаризацию. Если накосячил, признать ошибки. Можно исправить? На следующий день исправил. Нельзя уже исправить? Ну я же не святой. Господи, я только учусь. Не заниматься самобичеванием. И когда каждый день живешь в десятом-одиннадцатом шаге, достигаешь духовного пробуждения и того самого ощущения присутствия Бога. Почему? Да потому что проблемы-то жизненно решаются. Как отличить выздоравливающего действительно от человека, который просто трезвый? Да, выздоравливающий проблемы свои порешал. Он рассказывает, как решились проблемы в семье, с работой, с деньгами, с внутренним состоянием. Он не спорит, он не судит, он не ругается на группе, он никого не осуждает. А я смотрел раньше, меня так удивляло. Люди с большими сроками трезвости, говорящие о Боге, устраивают на группе такую свору. И причем зачинщики именно тех, кто это самое, кто больше всех говорит о Боге. Вот. Это меня всегда так удивляет. Оказывается, это не выздоравливающие люди. Это трезвые и сумасшедшие, как говорил Чак, которые думают, что они чего-то там сделали. А когда человек в программе, это сразу видно. Меняется жизнь, меняется отношение к жизни, меняется мотивация, все меняется. Вообще все условия жизни меняются. И когда я начал 9 лет назад эту программу, я сидел на заблеванном полу в своей вонючей хрущевке. На первом этаже. Сейчас это был город минеральные воды, это ворота минеральных вод кавказских, если кто знает. Я всегда был в тоске от того, что я живу в калитке, в воротах курортных городов. Я всегда хотел жить на курорте. Но никогда не мог этого сделать. Так вот, я в жизни много чего не добился, а я очень хотел этого. Я хотел и денег, я хотел и красивых женщин, я хотел и дом, я хотел... У меня не было ничего, кроме хрущевки, которую отец мне подарил, да? Ну и работы, где я деньги зарабатывал, но они тут же исчезали. И вот за 80 лишним лет я получил все, что я хотел в этой жизни. Вообще все, понимаете? Я не стремился к этому. Я просто работал с другими алкоголиками и применял принципы. Но я сейчас разговариваю с вами с третьего этажа своего дома на курорте города Железноводск. У меня перед глазами панорама всех наших гор, Пятигорья, да, Бештау, если кто знает. У меня есть работа, у меня достаточно денег, чтобы я ни в чем не нуждался. У меня две иномарки. Я всегда хотел жить в лесу, я практически в лесу живу, в ущелье, да? А у меня есть жена, и я хотел баньку иметь и пруд с рыбой. Так вот у нее во дворе и баня, и пруд с рыбой. И я говорю, Бог, как ты это делаешь? Вот все, что я хотел, я все получил. У меня нет сомнений в том, что он есть, потому что это произошло со мной, а не с кем-то. Я алкоголик, моя судьба сдохнуть под забором. Но я сейчас живу, и у меня все полностью поменялось. И я глубоко уверен, потому что эта программа, чем она кайфовая, она подтверждается повторяющимися результатами. То есть у моих подспонсорных то же самое. У них меняется жизнь, ну, в различных декорациях, да? Кто как. Кто-то успешнее меня намного ушел. У меня первый подспонсорный сейчас, он был строителем таким, косноязычным полуидиотом. А сейчас он лучший риэлтор города Сочи. И ездит на такой шикарной машине, на которой мне может никогда и не ездить уже. И у него бизнес, он учит своих работодателей, как бизнес вести. И они, следуя его советам, никогда не имеют отсутствия клиентов. Даже когда затишье, даже когда рождественские каникулы, у них очередь стоит. Они говорят, Леша, как ты это делаешь? Он говорит, я просто помогаю людям. Я помогаю людям, и люди, которым я помогаю, делают меня богатым. Это просто, но нелегко написано в нашей программе. Это просто, но нелегко для такого эгоиста, как я. Но если я это понимаю, отрыв от эгоизма требует серьезных усилий. Он драматичен. Но я вас уверяю, как только вы оторваетесь, вы оказываетесь в том самом четвертом измерении бытия, о котором даже не мечтали. Благодаря вам Богу, в этой программе я сегодня трезвый. Спасибо, что послушали. Спасибо. Спасибо, Сергей. Мы сделаем несколько объявлений и продолжим с вопросами. Друзья, для напоминания, 12-я традиция гласит, анонимно-чуховная основа всех наших традиций, все, что ты увидел и услышал здесь, должно остаться здесь. И седьмая традиция гласит, каждой группе А следует полностью опираться на собственные силы, отказываясь от помощи изне. Мы просим вас пожертвовать по возможности для обеспечения расходов группы, новых друзей и гостей. Просьба не жертвовать. Время сбора пожертвований открыто для объявлений группы или ААА в целом. Друзья, у меня есть пару объявлений. Первое. Завтра, как всегда, в воскресенье, в 8 часов вечера, Репцентр Феникс ждет вас. Приходите поделиться опытом. И второе объявление. Да, уже на следующей неделе мы продолжаем наш цикл «Скайп-встреч». В это же время, в этом месте у нас будет Саша, Саша В. из Москвы. Пожалуйста, приходите, тоже будет очень интересно. У кого-то есть еще объявления? Так, объявлений ни у кого нету, поэтому мы продолжим с вопросами к спикеру. Друзья, друзья, у нас собрание еще не закончилось. Друзья, пожалуйста, кто хочет задать вопросы спикеру, пожалуйста, да? Окей, Боря первый поднял. Пожалуйста. Сережа, привет, Боря алкоголик. Огромное спасибо за спикерскую и вообще за спикерский «Е». Я тут запойно слушал твой семинар и другую спикерскую мне мой приятель послал. В общем, очень, так у меня тоже как-то все мозаика сложилась в башке. Не сегодня, но в другой какой-то спикерский ты упоминал интегральная йога и медитация из нее. И я тебе писал по WhatsApp, это я, что это такое, и ты меня грамотно отфутболил в Google. И я там посчитал, ты можешь мне объяснить конкретно, что ты делаешь, что такое медитация, как ты ее практикуешь, медитацию, как ты практикуешь медитацию из интегральной этой йоги. Ты вот можешь пояснить конкретно? Спасибо. Ну, давай так. Я попробую упрощенно донести эту идею сейчас до вас, чтобы вы понимали, что такое осознанность, да? Дело в том, что я так же, как и вы, думаю, жили неосознанно всю свою жизнь. Кто из вас, вот сейчас я вижу, человек пьет из стакана, да? А осознаешь ли ты, что ты сейчас выпил, вкус этого напитка? Чувствуешь ли ты, как эта вода течет у тебя изо рта в пищевод, и ты получаешь вот это тепло? Ощущай, контролируешь ли ты вот эту жизнь? Ощущаешь ли ты ее? Нет, скорее всего. Ты механически просто пьешь, а в этот момент ты в своей голове. И твоя голова что-то там крутит себе, она где-нибудь в будущем. Или что, уже ты, может быть, дома там тапочки взял, собаку погладил. Но ты не здесь и не сейчас ведь, правда? А осознанность, это вот та самая медитация, которая предполагает, что ты будешь жить здесь и сейчас постоянно. Попробуйте сделать осознанно простые вещи. Попробуйте осознанно покушать. Отключите свою башку, а просто возьмите и поешьте. Без оценок, ничем не думая, почувствуйте вкус. Вот так мы жили в детстве. Попробуйте выйти по улице и просто погулять, без мыслей. И вы услышите и птицу, и как ветер шевестит листком по асфальту. И как он касается вашей кожи. Вы почувствуете солнце. Вы увидите мир. Вы попробуйте в душ сходить осознанно. И почувствуете, как капельки воды по вашей коже катятся. Остановите башку. И вы увидите мир. Вы начнете понимать, как вы в детстве жили. Безусловное счастье. Не нужно условий. Когда вы вырастаете, в вашей башке начинается условность. Вот если у меня будет вот эта баба, вот эта пачка денег, вот эта машина, вот этот дом, я буду счастлив. В детстве этого говна не было. Ты выбегал на крыльцо с куском хлеба, посыпанным сахаром, и ты был счастлив. Тебе ни хрена, ничего не надо. А вот сейчас вот эта голова и есть проблема. Она не дает жить. Это люди умирали у меня на койке. А у них все было. И владелец заводов, дворецов, пароходов, дач, любовниц, детей, внуков. Я говорю, ну ты-то счастливо умираешь. Он говорит, Серега, умираю, как будто не жил. Суета. Ничего не помню. Вот посиди со мной, подержи меня за руку, дай кислорода. Вот только сейчас я ощущаю. Жиль-то вот она. Она каждую секунду. Мы ее не чувствуем. Остановите машину ума. Это возможно не только в тихой обстановке, когда вы сидите и вам никто не мешает. Это тоже развлекательная штука. Сидит ревец там и в медитации. И тут жена залетает и говорит, Саша, сходи за хлебом. Уйди, сука, как всегда ты все испортишь. Я тут молюсь о нашем счастье. Вот, ну, нет. Это не какая-то тишина. Это тишина постоянная. Когда у вас нет необходимости. Вот я еду на машине вчера, да. Еду и у меня ощущение жизни. Я вижу, что погода обалденная, осенняя. 25 градусов, температура теплового комфорта. Ветер в окно вырывается, меня обдувает. Мне по кайфу. Жизнь. И вдруг я понимаю, что я уже куда-то улетел. Страх в моей голове говорит, а завтра будет хуже. А вот после этого ты тут не получишь отпускных, а здесь у тебя не будет вот это. И я понимаю, он крадет у меня жизнь, понимаете. И я говорю, Господи, избавь меня. И я опять возвращаюсь в эту ситуацию. И я говорю, все, что мешает мне быть счастливым, это я сам. У меня все есть для счастья в настоящий момент. И у вас есть, я уверен. Вы просто этого не осознаете. Вам все время голова говорит, что вот еще вот этого мужика. Что вот еще вот эта вот должность. Еще вот это. Это и есть проблема. Это и есть не свобода. Остановитесь, оглядитесь вокруг. Просто сделайте что-то осознанно. И вы поймете, о чем я говорю. Я ответил на вопрос? Боря задумался, пытается осознать. Да. Вот попробуй девушку рядом коснуться осознанно. Почувствуй Божью ее, да. Не свою сексуальность, а девушку. Это же кайф какой. Спасибо, спасибо. Следующий вопрос. Серега, спасибо. Меня зовут Галя, алкоголик. Спасибо за твою спикерскую. Вижу тебя впервые визуально, да, на большом экране. Это тоже важно. Вот это спасибо. Группе организовывают. Хоть оживают голоса, да, так будто тоже дает ощущение единства. Вот это вот на разные территории. Особенно мне нравится твой однозначность, да, вот этот. Вот я подписываюсь под каждым, там, ну, твой стиль, это твой стиль. Но в любом случае большая книга и однозначность вот это именно вот решение, о котором ты говоришь, о котором нам говорит большая книга. Это я. И солидарин полностью. Вопрос простой. Как тебе вот, там, трезвенники, да, вот трезвые люди на твоей домашней группе, как они к тебе относятся? Вот именно те трезвые, которых ты описал, что разница, да. И следующий вопрос. Так что же такое выздоровление? Люди, которые выздоровели, да, от изма нашего, да. И если вот как-то есть какие-то у тебя формулировки по этому, да, можете так за минуту рассказать. Я понимаю, что вот это большая тема, но... Так, подожди, давай с первого вопроса начнем, а то я уже потерялся полностью. Все, хорошо. Первый вопрос был, как ко мне относятся люди на моей группе. Люди трех, которых ты описал, как категорию трезвые. Просто разные люди. А, эти люди были в том заходе в рейк, в Минводской группе, когда это было лет 10-15 назад. Эти люди уже не со мной. У меня сейчас в Железноводске новая домашняя группа, и там люди, которые реально делают шаги. У нас группа интересная, все любят к нам ездить. У нас делают программу, у нас решают жизненные проблемы, у нас рассказывают, как решать жизнь. И люди опыт приносят на группу. А у нас с других городов поезжают, потому что им нравится у нас, понимаешь? У меня проблем нет с этим. А те люди, которые когда-то заявляли о том, что они там Бога в карман кладут на плечо и в такси с собой сажают, они сейчас ко мне поспонсорные все в основном приходят. Вот, так что тут проблем нет. Понял. И последний, вот тут второй вопрос. Выздоровление. Что это такое выздоровевший? Или от чего? Или как? Вот ты говоришь выздоровление. Спасибо, отец, за вопрос. Наша программа все время говорит о выздоровлении, да? И в то же время, когда нас на форумах спрашивают, что для нас сегодня главное, все отвечают, что? Трезвость, да? Трезвость. Но я вам хочу сказать, мне как алкашу настоящему эта трезвость нахер не нужна. Потому что у меня проблемы не с алкоголем, у меня проблемы с трезвой жизнью. Я себя в трезвости не чувствую счастлив. Поэтому, как у нас в книге написано, просто трезвости явно недостаточно. И я всегда говорю своим подспособленным, ни хрена не трезвость ваша главная тема. Трезвость важна как платформа, безусловно. Но в трезвости нам жить не очень весело. Нам нужно выздоровление. И вот когда говорят о выздоровлении, программа четко нам говорит. Вы никогда не выздоровеете от алкоголизма. Это невозможно. Но если вы будете выздоравливать от алкоголизма, каждый день в своей жизни определяя, узнавая, избавляясь от злобы, обиды, раздражения, недовольства, страхов, лени, зависти, тщеславия, гордыни и прочей дряни, и будете поступать по-новому, то вам этот каждый день будет даваться срочка приговора. Мало того, у вас будет успех в делах. Все, что написано в пятом шаге, в обещаниях вы получите, да? И вы будете радостными, счастливыми, свободными. И ощутите жизнь на таком комфортном уровне, которая была неведома человеку с таким безнадежным заболеванием ума и тела. Вот о чем разговор. Спасибо. Да нет, спасибо. Спасибо. Следующий вопрос. Добрый день, Сергей. Максим, я алкоголик. Когда я отказываюсь от чего-то, я говорю, не хочу, я готов совершить любые тяжелые вещи. Я могу пешком пойти в другой город, я могу не есть, не пить. И за этим не хочу, я пойду далеко. И доходил буквально до смерти. А вот сейчас я какую-то позитивную вещь сделать, и я ищу всевозможные отмазки, чтобы этого не делать. Почему я больной, имел силы на, грубо говоря, подвиги, а сейчас мне нет сил купить картошку? Хм, хороший вопрос. То есть ты говоришь о том, что в твоей жизни есть много вещей, которые тебе делать не хочется? Нет. Нет? Отчего у меня были силы, и почему для негативных целей меня хватало, я их находил и черпал до донышка? Ага, я понял тебя. То есть в той самой ситуации в употреблении у тебя были силы на многие поступки и действия. А сейчас тебе не хочется делать. Да, да, такое существует. Но я думаю, ответ у тебя очевиден перед глазами. Дело в том, что в той твоей прошлой жизни тебя вели вещи, которые имели достаточно большую силу. Человек, который ведом негативными вещами, имеющими большую силу. А у нас в книге написано, что злоба, обида, раздражение, недовольство, да, корысть, гордыня, тщеславие, они обладают силой, кромадной, способной не только убить тебя, но и заставлять делать тебя вещи, которые потом придется жалеть об этом, но ты уже ничего не сможешь изменить. Ведь человек в гневе может даже убить другого человека. Когда тебя вела болезнь, которая имеет духовную болезнь, я имею в виду, не алкоголизм, а твоя духовная болезнь, эгоизм, у которой есть инструменты, обладающие громадной силой, ты все это делал. Считай, что ты стоишь перед ситуацией, отказаться от всего того, чего ты раньше имел. Ты должен это сделать, иначе ты умрешь. И тебе нужно взять и начинать делать новые вещи. И тебе не хочется. Кому тебе? Спроси себя, кто это я, который не хочет это делать? Это и есть твоя проблема. Это твой эгоизм. Это то, что держит тебя. Держит тебя, как в тисках, и не выпустит. Пока ты не отречешься от него, и с Божьей помощью не начнешь избавляться. Иначе конец. Это и есть болезнь. Она у тебя, правед, приклад, говорит, смотри на нее. Она не пускает тебя. Она рождает в тебе страх, неуверенность, всякие мысли. А нужно ли это делать? А зачем это делать? Не чепуха ли это? А что будет, когда это сделают? Вместо того, чтобы взять и сделать это. Понимаешь, что тебя не пускают? Она тебе говорит, да зачем тебе эти шаги? Да нахер они тебе сдались? И так можно прожить. Да и все это ни к чему. Да не дураки. Все эти мысли рождает твоя болезнь. Ну, я думаю, ты понимаешь, о чем мы тебе говорим. Спасибо. У нас есть время еще на... Ну, посмотрим. Может на один вопрос, может на два. Пожалуйста. Сережа, привет. Меня зовут Наталья, алкоголичка. У меня получается три вопроса к тебе, Сереж. Быстро. Давай, давай, давай. Почевал ли ты на лаврах в течение восьми лет? Было ли такое, да? Сходил ли с рельс, грубо говоря? Второй вопрос. Есть ли у тебя маленькие дети? И третий вопрос. Это когда ты последний раз служил на группе, я имею в виду мыл посуду, полы, не знаю, там унитаз. Ну, такое нормальное служение. Все. А мыл посуду на группе? Да, да. Или ты имеешь в виду дома? Дома, ну, или нет, на группе? На группе. Служение. На группе, служение на группе. Ну, давай в обратном порядке. Значит, я посуду давно не мою на группе. Это было лет десять назад, когда у нас чашки были. А сейчас у нас одноразовая посуда, мы ее не моем. Вот. Я не мою там полы, у нас уборщица убирает. И у нас вообще нет необходимости что-либо там мыть. Но даже если бы она была. Я вопрос служения решал для себя. И служение, мне спонсор объяснил одну вещь, а я потом и прочитал у американцев, что служить должен человек там, где он лучше всего эффективен. Вот тот, кто хороший козначей, не должен быть председателем. А тот, кто хороший председатель, не должен чашки мыть. Понимаешь? Вот. Поэтому я, мне спонсор когда-то сказал одну вещь. Сырока, у тебя так замечательно получается наносить идеи, что это твое служение будет до конца жизни. И я служу теперь, я тебе отвечаю. Вот у меня практически и время часто бывает и нет. Потому что у меня постоянно люди на связи, у меня постоянно семинары. У меня и там, и там, и там, в общем, у меня достаточно нагрузки. И если ко мне подойдут и скажут, помой чашки на группе, когда меня ждут люди на семинаре, я откажу, я откажу. А насчет, это самое, почивать на лаврах, ты знаешь, вот некогда мне. Ну, кто знает мою жизнь, да, кто вот слушал мои семинары, тот знает. Я практически все время в помощь. Я все время работаю. Меня все время приглашают куда-нибудь на форумы, на юбилеи. Я провожу семинары вживую и по скайпу. И я помогаю людям, реально. То есть те люди, которые, то, что говорится через меня, они делают, у них все меняется. Это не фантастика, это реальные жизни людей, которые могут доказать эффективность, да, этой программы на своем жизненном опыте. Вот. А вот что касается служения, я служу везде. Вот сегодня мне девочка звонила, говорит, Серега, что мне плохо? Я вот на работу завтра не охота идти, меня все бесит, меня дети раздражают. Я говорю, у тебя есть много времени думать о себе. А я вот сегодня утром встал, я завтрак жене приготовил. Потом покормил, помыл посуду. А потом взял, поехал на рынок за продуктами. А потом приехал и понял, что мне нужно лопаты наточить, квартиру убрать, тут дым-сюдым, еще работа у меня по дому. Я сзади не присел, понимаешь? Я все время в делах, сейчас вот с вами на семинар. Она меня уже выдвинула, говорит, иди, я сама-то убираю, а ты это самое, иди к людям, хоть чуть-чуть поразмыслить, что будешь говорить. Вот. Ну, у меня такая жизнь. Она мне больше нравится, чем та, когда я лежал на диване и себя любимого тешил всякими этими, баловал себя всякими вещами, понимаешь? Почему-то это не приносило мне радости и счастья. Я ответил, да? Наташа, что-то может не то? Да, был еще вопрос про детей маленьких. А, маленьких детей у меня нет, у меня взрослые дети. Взрослые дети от двух браков, которые распались, естественно, да, из-за моего алкоголизма. Вот, нет у меня маленьких детей. Спасибо. И у нас осталось пять минут. Последний вопрос. Пожалуйста. Сергей, я хотел поблагодарить за выступление. Меня тоже зовут Сергей, я тоже алкоголик. Я хотел задать вопрос в связи со вторым шагом. Я вот сколько не слышал людей по поводу второго шага, и все его понимают и интерпретируют как прелюдию к третьему шагу. Вот и во втором шаге, а в третьем там чего-то ожидает. Мне мой спонсор дал немножечко другое понимание этого второго шага. Я хотел изложить, как это было сделано, и спросить, насколько ты считаешь такой подход правомощным. Когда мы приступили ко второму шагу, он говорит, ты откуда пришел сюда? Я говорю, с первого шага. Что ты там сделал? Признал бессилие. Как ты себя чувствуешь? Неважно. Что тебе надо? Надежда. Он говорит, вот, вот это вот принцип второго шага. Это ключ, как бы, духовный второго шага. Говорит, для того, чтобы твоя надежда чем-то подпитывалась, должна быть какая-то конкретика в этом шаге. Я говорю, здесь есть три силы, которые ты никогда не использовал в своей жизни. Я говорю, какие? Говорит, сила группы, сила молитвы, сила программы. Я говорю, сконцентрируюсь на этих трех силах. Я говорю, а как же вот та вот сила, которая... А, говорит, она будет в третьем шаге. То есть, я говорю, а почему ты решил именно вот такой подход? Я такого никогда не слышал. Говорит, а потому что была какая-то конкретика и содержательное наполнение второго шага. Скажи, насколько ты считаешь такой подход правомощным? Спасибо. Ну, давай так. Я всегда, когда меня спрашивают... Такой вопрос, он очень популярный. А правильно ли вот этот выздоравливает? А правильно ли он дает программу? Я говорю, я не знаю, у него спроси. Вот, если это для него работает, значит, для него это правильно. Может, это неправильно для меня, но это правильно для него. Если вот эта вещь срабатывает у твоего спонсора и срабатывает у тебя, замечательно. Если это работает для тебя, для меня это психология, это бред. Вот я, но это для меня. Может, это сработает для тебя? И опять же, не моя точка зрения, как делать второй шаг. Я беру книжку, и там четко написано. Ты должен быть готов поверить, что эта сила существует. И я говорю, я готов. Там говорят, не просто так, а ты должен вступать еще с ней в контакт. Потому что это нужно для того, чтобы вступать в контакт. Готов? Я говорю, готов, буду вступать в контакт. И третья часть. Ведь никто не просит тебя просто верить или брать какую-то концепцию. Убедиться на собственном опыте. Сила программы. Вот тебе дали силу, говорят, сила группы, сила молитвы, сила программы. А ты спроси у спонсора, что он подразумевает под силой программы. Занимательно услышать ответ. Что это за сила программы? В чем сила, брат? В чем сила программы? А сила в принципах. Как только ты будешь правильный принцип применять, из него высвободится сила, и она сработает на тебя, понимаешь? А когда ты не будешь этот принцип применять, программа это абстрактное слово. Все в принципе. И если ты возьмешь эти принципы и напишешь себе... Задача я недавно спикерил у наркоманов. Это такая вязкая конитель вообще. И вот один единственный вопрос задали. Один всего. Пацан сидит и говорит. Скажи мне, пожалуйста, как мне найти Бога в своей жизни? Хороший вопрос. Замечательный. И учти, передо мной сидит наркоман. Его туда закрыли насильно. Он не хотел. Его привезли в этот центр, там решетки. У него месяц чистоты. У него мозги еще. Ему нужно на понятном уровне объяснить. Как найти Бога в своей жизни? И вот я ему говорю. Братан, возьми листок бумаги. И напиши простые штучки. Каким я должен быть сыном? Каким я должен быть отцом? Каким я должен быть мужем? Зайди в свою семью. Ну как Бог хотел бы, чтобы ты был? Как ты его понимаешь? Зайди в свою семью и начни так жить. И ты найдешь Бога в своей семье. Напиши, каким ты должен быть на работе. Ну как Бог хотел бы, чтобы ты был? Какие принципы ты должен применять в своей работе? Честность, порядочность? Качественно все идет. По идее, начни так делать. И ты найдешь Бога в своей работе. Напиши, каким ты должен быть за рулем. Ну как Бог хотел бы, чтобы ты водил машину? Сядь за руль и поезжай так. Уступай людям дорогу. Моргай фарами. Не думай о том, что только тебе нужно поехать. И ты найдешь Бога за рулем. И исчезнут козлы с дороги. И так во всех своих делах. Ты понимаешь, как все просто? Я ответил? Да, спасибо. Спасибо. К сожалению, наше собрание подошло к концу. Поблагодарим Спикера за его выступление. Ребята, если вам нужна книжка, да, я там написал весь свой опыт, да, потому что много запросов. У меня есть такая книжонка, которую мой подспонсорный издал к моему юбилею. Вот. Но она есть в электронном виде. Она малый тираж, она дорогая. А в электронке я могу бесплатно, если хотите подарить. Спасибо, конечно. Могу прямо в чат положить вам сейчас, а вы потом заберете. Да, может прямо или сюда в чат в скайпе, или ко мне на ватсап. Сейчас прямо вам в скайп сейчас положу. Спасибо. Спасибо, что предоставили мне возможность провести эту встречу. Если я кого-то обидел, прошу у вас прощения. Хочу напомнить вам, что мнение, высказанное на встрече, это личное мнение и опыт каждого. А не мнение ААА в целом. Закончим наше собрание декларации ответственности ААА. Если кто-либо, где-либо будет страдать от алкоголизма или зависимости, я хочу, чтобы рука помощи протянулась к этому человеку. И я отвечаю за это. Присоединяйтесь к молитве. Боже, Боже, дай мне раз в душевный покой принять то, что я не в силах изменить. Мужество изменить то, что могу, и мудрость отличить одно от другого. Аминь. Спасибо, Сергей, спасибо тебе огромное. Спасибо, спасибо, ребята, что вы пригласили меня. Спасибо. 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 Спасибо.